Я приветствую вас, дорогие братья и сёстры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Я когда уезжал сюда, сам я с Выборга, Выборг это 120 километров севернее Санкт-Петербурга город. И когда я сюда уезжал, жена мне сказала, ты оденься, потеплеет, там такие морозы сейчас. Я говорю, да ну не может быть. Да, я смотрел, там 27 градусов, 30 холода. Мы так оделись, тепло. А сейчас я даже не знаю, где теплее. Наверное, здесь теплее, чем у нас там. Ну не знаю, что случилось. Ну так или иначе, тепло чувствуется. И когда я пришел сегодня в зал, и вот стою, и прямо чувствую, вот пот льет с меня. Ну такое тепло. Наверное, все мы такие горячие, и от нас еще на несколько градусов повышается атмосфера. Как брат сказал сегодня, что у нас здесь самый высокий дом. Ну, наверное, и самый горячий здесь, да? Здесь самое тепло Божье. Слава Иисусу! Я представляю Гидеоновское служение по России, и это такое славное служение. И мы вчера вот собирались с братьями, рассуждали, слушали свидетельства. И мы находились в таком единодушии, что действительно вот это служение на земле создал Господь Бог. И Он сказал каждому из нас идти туда, куда Он хотел идти. Мы будем сегодня об этом сегодня рассуждать. И мы знаем, что каждого из нас избрал Сам Господь. Как Он сказал в Евангелии Иоанна, 15 глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а Я вас избрал. Ну, для чего там дальше написано, Он нас избрал? Для того, чтобы мы шли и приносили плод. И давайте мы поговорим сегодня с вами вот об этом избрании, об этой вот красной линии, которая проходит сквозь всю Библию. Это учение об избрании, о том, что Господь избирает нас. И сначала мы с вами почитаем послание к Ефесянам, святого апостола Павла. И начнем мы со 2 стиха по 8, и потом 11 и начало 12. Итак, послание к Ефесянам, 1 глава. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощения грехов по богатству благодати Его, каковую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. И 11 стих. «В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам». Каждый раз, когда читаешь эти стихи, каждый раз осознаешь то, что Господь тебя избрал. Господь тебя избрал прежде создания мира. Можно ли это представить вот нашими людскими мозгами, о том, что прежде создания мира, когда еще было что-то, чего мы не знаем, о чем мы можем прочитать в Библии, но мы этого никогда не видели и не увидим. И прежде этого создания Он уже каждого из нас знал, и каждого Он уже призывал. На каждого имел свой план. Я вспоминаю один такой рассказ, я его еще в детстве прочитал, но потом как-то забыл, и уже в более зрелом возрасте вспомнил, перечитал, и я вам сейчас его коротко перескажу. Но там очень хорошая аналогия. Это рассказ про Мельника, который молол муку, и однажды у этого Мельника был сын, который любил погулять, любил там потратить деньги на всякие развлечения. И Мельник очень сильно переживал за это, потому что он хотел передать этому сыну свое ремесло. И вот однажды ночью к Мельнику кто-то постучал в дверь. Пока он встал, оделся, открыл дверь, смотрит на крыльце Лукошка. А в Лукошке молоденец. И там записка. И написано, что я умираю. Ну, это было в древние годы. Мать пишет, я умираю, я не могу больше воспитать этого ребенка, вырастить. Пожалуйста, примите его. Пусть он будет вашим сыном. И он взял этого ребенка, Мельник, и по мере того, как рос мальчик, он возрастал в умении, в разумении, и перенимал ремесло у отца этого приемного. И когда Мельник уже, он уже в достаточно преклонном возрасте был, и он чувствовал, что скоро земные дни его закончатся, и он начал думать, кому же передать наследство, кому передать эту мельницу. И, в принципе, напрашивается такое решение, что кому передать эту мельницу? Конечно, тому, кто продолжит дело Мельника. Правда ведь, да? Он не передаст наследство эту мельницу старшему родному сыну, который все растранжирит, все по ветру, как говорят в народе, пустит, а этот мальчик, этот приемный сын, он продолжит ремесло отца. И здесь вот интересная, смотрите, аналогия какая. Господь нас избрал прежде создания мира. И написано, усыновил нас. Усыновил. Как вы думаете, для чего нас усыновил Господь? И нас избрал в наследники, назначив нас наследниками. Для чего он нас назначил наследниками? Наверное, какой-то он имел план для каждого из нас. Так ведь? Каждый христианин благовестник. Каждый христианин миссионер. И мы знаем о том, что Господь продолжает избирать себе учеников и посылать их во всякий город и место, куда сам хотел идти. Это мои любимые слова. Мы еще к ним вернемся. Я расскажу вам свое свидетельство. Но прежде мы должны четко понимать о том, что Господь избрал нас для того, чтобы мы не просто сидели. Да, хорошо нам здесь, тепло. Лица такие родные. Все улыбаются, все добрые. Никто злого слова не скажет. Не то, что там, да, за воротами. Даже выходить не хочется. Вот остались бы мы все время здесь. Но не для этого нас Господь избрал. А Он сказал, идите. Идите. Проповедуйте Слово Божие до края земли. И Он сказал, что не вы меня избрали, а Я вас избрал. И вот этот плод, ценнейший плод, это чья-то душа для Господа. Это самое, что есть, дорогое для Господа. И чтобы мы эти души приводили к Иисусу Христу. Вот главная наша цель Иисуса Христа, чтобы избрать нас в сонаследники. Я сегодня вам расскажу вот про наше служение, цель которого является приводить Господу к Иисусу Христу мальчиков, девочек, мужчин, женщин, бабушек, дедушек. Мы это делаем через совместные молитвенные служения, через личное свидетельство, а также через распространение Слова Божьего. И этому служению уже более 116 лет. И самое, что интересное, что это служение не только затихает или, как-то говорят, насыщается, это служение продолжает развиваться. У нас не было ни одного года, который бы был по итогам меньше предыдущего. Каждый год больше распространяется Евангелие. Каждый год больше собирается средств напечатания Библии. Каждый год новые и новые люди вступают для этого служения. Открываются страны, открываются новые города и отряды. Ну, сейчас я, разрешите, расскажу вам о себе, как меня Господь избрал. Я в прошлом военный и родился также в семье военного. У нас такое поколение военных. И мама у меня была медсестра. Вот я такой маленький, мне здесь еще совсем 3 годика. А, работает, да, эта штука? Вот. Так вот я родился в неверующей семье. Папа у меня был офицер, а мама медсестра. Ну, вот так пошел я в школу. Это в Одессе я родился. Но у меня была бабушка. А вот бабушка у меня была верующая. И я часто видел, как к ней приходили друзья, подруги. И они что-то тихонечко пели. И я видел, что они у друг друга переписывали какие-то листочки. Я не знал, что тогда эта книга, Библия существовала вообще. Что эта Библия была не у всех. Что это была редкая книга. Опасная книга. Что за то, что имеешь эту книгу, могли в тюрьму посадить. И вообще даже с опасностью для жизни. И они переписывали у друг друга листочки, книги, псалмы. Ну, я такой рос, дерзкий мальчишка. Вот. И я, ну, в школе же научили, да. Прошел все эти ступени коммунистического воспитания. Там был октябренком сначала, потом пионером, потом комсомольцем. Ну, я даже коммунистом был. Но это позже расскажу вам. Так вот, я заходил к бабушке и говорил, бабушка, никакого Бога нет. Она никогда со мной не спорила. Она просто говорила, я молюсь за тебя, мой мальчик. И всякий раз, когда я пытался ей помешать, что-то сказать такое нехорошее, она всегда улыбалась на меня, как на неразумного смотрела и говорила, ну, хорошо, я молюсь за тебя, мой мальчик. Понимаете? Вот эти вот слова, они до сих пор стучат в мое сердце. И вот, когда я уже закончил школу, потом вот поступил в военное училище, и когда я уезжал в Афганистан, это был 1981 год, я уже был офицером, командиром роты, бабушка мне подарила маленький листочек. А на этом листочке была написана молитва «Отче наш». Ну, я взял, сложил этот листочек, положил сначала к себе в документы, он у меня по карманам так, знаете, блуждал этот листочек. И вот однажды мы, я служил в 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии, и у нас была такая достаточно активная там служба, и однажды мы попали в очень нехорошую ситуацию, скажем так, и у нас не хватало патрон, и смеркалось, и была испорчена радиостанция, мы никак не могли вызвать помощь, и ситуация была очень тяжелая. А кто вот служил в армии, знает, что вот тут есть такой, в брюках есть маленький кармашек, и мы там носили маленький, его зовут вообще пистончик, кто служил в армии, знает, тут такой кармашек есть в брюках, и мы туда клали последний патрон. И в это время, знаете, когда я уже сказал, что, ребята, нам ни в коем случае нельзя сдаваться в плен, мы видели, что делают душманы с пленными, и никто не хотел сдаваться в плен. Есть кто-нибудь, кто в Афганистане служил, в церкви, нет? Ну, ничего. Так вот, просто хотел, чтобы подтвердили мои слова. И вот я, когда сказал, что, ребята, солдатам, вот у меня офицеры были, приготовьте на всякий случай последний патрон, то есть, приготовьтесь к смерти. И вот я полез в свой карманчик за последним патроном и нащупал там какой-то листочек. И когда я его вынул, я вспомнил, что мне бабушка подарила эту молитву. Я ее несколько раз перечитывал. И вот, представляете, то время я просто вспомнил, как она говорила, я молюсь за тебя, мой мальчик. Я просто упал на колени и закричал, Бог, если ты есть, спаси нас, сохрани. Я кричал, мы молодые, мы хотим жить. Я еще что-то кричал, не помню, это была моя первая молитва. И, знаете, так случилось, конечно, не случайно, но так получилось, что я еще не встал с колен, а услышал звук приближающихся вертолетов. Это было спасение наше, это была помощь. Мы сразу зажгли тут дымы такие специальные, рыжие, обозначающие, что здесь свои войска. И это было спасение. Нас спасли. Нас всех вывезли и убитых, и раненых, и живых. Но самое, что интересно, когда я уже подлетал к нашей базе, я смотрел в иллюминатор и подумал, фу, ну надо же, как повезло, а, вот жив остался. Забыл, представляете, минуты прошли, а я забыл уже о том, что просил Бога о спасении. Я забыл, но Бог не забыл. Он продолжал стучаться в мое сердце всю жизнь. И вот однажды я уже, ну вот это вот фотографии Афганистана, вот вертолеты наши, вот мы вернулись, вот, и вот это я уже в России, офицер, с дочкой, это у меня дочка младшая. И вот однажды я уже, будучи, служу под Выборгом и возвращаюсь из Санкт-Петербурга к себе в воинскую часть. Вечером я был в штабе округа, и у меня такой маленький портфельчик, дипломат, так называемый, и там у меня несколько документов. И время было, это 89-й год, и знаете, или 90-е, и с продуктами перебои. И каждый раз, когда был в Санкт-Петербурге, покупал хлеб такой круглый, большой для своей семьи. И тут тоже купил хлеб, положил его в портфель, так его сильно прикрыл, потому что немножко был больше размером. И вот стою на дороге, голосую, чтобы доехать мне до части. Перебои были с транспортом, и никто не останавливается. Боятся, наверное. Я думаю, да что ж такое, ну не ночевать же мне здесь. И вдруг останавливается одна машина. Красивая машина. Блестящая, но с финскими номерами. Тогда уже разрешили въезд иностранцам в Россию, но все равно, чтобы вот нам разговаривать офицером с иностранцами, это было очень опасно. А он тут остановился, и давай мне предлагать, давай, садись в машину. Я ему говорю, давай, проезжай, проезжай быстро. А он улыбается, дверь открыл. Давай, давай, садись на ломаном русском. Я говорю, давай, проезжай, еще не хватало, я к тебе в машину сяду. Давай, давай быстро. А он не мается, давай, поехали. Ну, я посмотрел вокруг, никто меня не видит. А думаю, ладно. Сел в машину, и мы поехали. И вот сижу я на коленях, у меня дипломат, он меня спрашивает, есть ли у меня семья, есть ли у меня дети, ну, таким, знаете, корявым, как говорят, на пальцах. Разговаривал с иностранцами, говорит, аж руки болят. Ну, вот, то же самое. И он меня спрашивает, ну, там, сколько тебе лет, я ему говорю, ни финского, ни английского, не знаю. вот, достаю удостоверение личности и показываю ему дату своего рождения. Он останавливает машину, достает свой паспорт. И опять чудо, дорогие. Точно такая же дата. Я 12 сентября 57-го года родился. Он родился 12 сентября 57-го года, этот финн. Представляете? Мы такие чуть не обнимаемся уже с ним, знаете. И потом он нагибается и достает книгу. И это Библия. Это большая книга. И что тут в моей голове случилось? Я вспомнил бабушку свою, но она уже была на небесах. Как она хотела бы иметь эту книгу? Я не знаю, как я считал эту книгу такой святой. Знаете, вот просто думал, что если у меня будет эта книга, все, у меня никаких проблем больше не будет. Все будет, ну, отличным же образом. И он меня спрашивает, ты хочешь иметь эту книгу? Фу. Я говорю, конечно хочу. Он дает мне эту книгу. Я ее взял. Она такая тяжелая, большая. Я уже думаю, так, постой, а как я пойду с ней? Представляете, майор Советской Армии с Библией, подмышкой, по воинской части, шурую в то время. Я думаю, нет, тут что-то не так. Надо что-то избавляться от чего-то. Открываю дипломат, достаю хлеб и говорю, хочешь хлеб русский? Он говорит, да, я люблю русский хлеб. И я дал ему хлеб. Он дал мне Библию. И только спустя годы я понял, что мы поменялись с ним хлебом. Я дал ему физический, он дал мне духовный. Аллилуйя! Ну, я приехал домой, поставил эту Библию на полку и сказал, так, детям, никому не трогать эту книгу. Я просто не знал, что ее надо читать, представляете? Вот. Я сказал, никому не трогать эту книгу и думал, что у меня все теперь. Все будет отлично. И вот проходят годы. Это вот тогда семья моя такая была. Вот. Сейчас уже все выросли. И вот проходят годы. Я закончил воинскую службу и начал заниматься активно бизнесом и коммерческим таким. И у меня уже два павильона. И я познакомился с пастором. И пастор стал мне давать брошюры, трактаты. Я их стал читать, а там сноски на Библию. И тут-то я вспомнил, что у меня есть Библия. И я стал проверять, правильно ли там написано в этих трактатиках. И я читал, начал читать Библию. Ну и что впереди интересно, что там впереди написано. А что потом будет? И это меня так стало просто завлекать. Я читал, читал. Очень много читал Библию. И Господь так стал работать в моем сердце. Но на призыв прийти в церковь я все время отлынивал. Ну говорил, ну не время еще. Надо денег заработать. Там машину новую купить. Там ну то и все. Вот. И вот однажды, ну у меня два магазина, я надеялся, это моя надежда, это мои мечты. Все. И вот однажды из-за неисправной электропроводки у меня сгорает один магазин. И повреждается второй, поскольку он рядом стоял, павильоны такие. И это было, для меня был очень сильный удар. Ну представляете, все надежды, все мечты вот в один момент просто пуф и рухнули. И вот у меня была сильнейшая депрессия такая. Я сижу дома, ничего не хочу делать. И тут приезжает вот этот Василий, брат Василий, пастор, и говорит мне, Сергей, я слышал, у тебя там маленькая неприятность. Я говорю, ничего себе маленькое, жить не хочется. Он, да ерунда, тебя Бог в церковь призывает. Я так думаю, ну что-то странные способы у Бога призывать. Ну, раз ты говоришь, то пойду. И вот мы на следующее утро едем с ним в церковь. Я сажусь вон там на последний ряд, чтобы меня никто не видел. Вот. И очень внимательно слушаю одну проповедь, вторую, третью, песнопение, а потом призыв. Призыв, кто хочет принять Иисуса Христа. Выходите, мы будем молиться. Я сижу и думаю, почему он смотрит только в мои глаза? Тут столько много людей. Я ерзаю и опять чудо. Я не понял, как, но я ощутил себя только, когда уже шел вот сюда по проходу. Кто-то толкал меня просто сзади. Знаете, у всех было такое состояние, я даже не могу описать этого, но для меня это было настолько трогательно, что я даже потерял до речи. Я не могу ничего сказать. И когда меня пастор спрашивает, ты хочешь принять Иисуса в свое сердце? Я не знаю, что это такое, но махаю головой, да, да. Мы будем молиться за тебя, да, да. И вот, представляете, такое состояние сокрушения. Здесь мы встали, братья встали, взяли меня так за руки, возложили руки, стали молиться, а я стою и чувствую на моих глазах слезы и боюсь заплакать. Я думаю, ну как же так люди тут вдруг скажут? Вот мужик тоже мне пришел тут плачет, и вот я хочу их вытереть, представляете, а братья стоят, держат меня за руки, и я чувствую, как по моим щекам текут слезы. Господь вошел в мое сердце. Я помню это, как будто это было вчера. Слава Иисусу! Слава Господу! Вот через эту книгу Господь меня спас. Он спас не только меня, но мою семью через год. И жена у меня уверовала, и дети сейчас все верующие. Слава Господу! И внучка даже! И опять же, через некоторое время к нам приехали в церковь Гидеоны. А я уже веду группу молитвенную, уже с бабушками на фонолиграфе провожу собрание. Такой, знаете, уже деловой христианин, скажем так. И вот к нам приехали, вот так вот, веду собрание молодое, я тут, вот такая семья у меня была тогда. Приезжают Гидеоны, знаете этого человека, да? Виктор Антонович Гончаренко. Приезжают, проводят тоже собрание, приглашают в Гидеон и меня конкретно. А я говорю, Виктор Антонович, ну, наверное, не то, что рано, а, ну, а что мне Гидеон? Я и так уже христианин, я и так уже, значит, активный член церкви. Тролливали, еще там несколько перечислил себе, там, приписал там чего-то. Вот. Так что, да, не стоит мне, пусть он кто-то другой, а я буду тут вот в церкви работать. Ну, все, и уехал. Приехал домой, это, я сейчас говорю тем, кто сомневается так, да, да или нет, быть Гидеоном или нет. Так вот, приехал я домой, тоже такой, уверенный в том, что я правду делаю. И тогда я уже читаю Библию, каждый день читаю Библию, все уже знаю, что я надо читать. И тогда я читал вот Евангелие от Луки, и вот я открываю 10 главу, и сейчас мы опять к этому стиху вернемся. Открываю 10 главу, первый стих, и читаю. После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим, во всякий город и место, куда сам хотел идти. Я прочитал этот стих, и что-то во мне такое дрогнуло. Я прочитал еще раз, еще раз, и такой страх меня обуял, и я просто склонился в молитве, сказал, Господи, прости, что я наделал? Ты меня избрал для того, чтобы послать, куда ты хотел идти, а я отказался? Господи, я не знаю, как я дожил до утра. Я прибежал, слава Богу, они еще не уехали. И я прибежал, и говорю, так, Виктор Антонович, все, записывайте, хочу быть гидеоном. Все, Господь меня избрал для этого. Они посмеялись, тоже заполнили мы заявление, и так я стал гидеоном. Слава Иисусу! И после этого, ну ни разу я не пожалел об этом, ни разу. Это такое радостное вообще служение. Ну, а когда мне дали этот значок, дали Евангелие, ну, кому я пошел первым? Конечно, к своим военным, да, в армию. И вот мы стали раздавать Евангелие в армии. Приезжаем в одну часть, а там просит меня офицер, замполит, говорит, слушай, у нас тут есть один солдат, вот, мы готовим его в дисциплинарный батальон. Вот, он очень плохой дисциплины, и поговори с ним. Ну, где он, говорит, да вон, говорит, со сломанной челюстью. Это был такой солдат, с такой вот, с такими вот, знаете, выражением лица, характерным. Тут у него бандаж, сломанная челюсть, подрался, ну, и мы сели с ним, стали разговаривать. Слава Богу, что он не мог говорить ничего, потому что у него был бандаж, нам это упростило намного, и мы только говорили, говорили ему, говорили в смысле в том, что ни одна тюрьма Советского Союза еще никого не изменила, не спасла. Только Господь, Бог тебя может спасти. Вот тебе Евангелие, читай. Он взял книгу, мы уехали, и через, я бы, может быть, и забыл этот случай, вот столько было этих распространений, но ко мне подходит человек один в церкви и говорит, вы меня не помните, молодой парень. Я говорю, честно говорю, вот не помню, глаза помню, что-то такие вот, а вот где встречались, не помню. Он говорит, а вы, и достает Евангелие из кармана, и говорит, вы мне подарили эту книгу, братья, дайте Евангелие, маленькое, нету? Он достает эту книгу, и она вся в закладочках и говорит, вы мне подарили вот эту книгу. Я говорю, я вижу, ты ее читаешь. Он говорит, да не только я ее читаю, а я уже член соседней церкви. Мы просто с ним так обнялись, и он говорит, я сейчас еду на Ставрополье, я со Ставрополья, и хочу так же, как и вы, нести Евангелие, спасибо, нести Евангелие вот это вот, таким же, как был я. и мы, конечно, помолились с ним, и слава Господу. Мы поехали через некоторое время опять в эту воинскую часть, и я уже спрашиваю, значит, офицера этого, помнишь, мы были у тебя здесь тогда, и тут был у тебя солдат, который в дисбат собирался. Он говорит, да, помню, отлично помню, говорит, после вашего визита он кардинально изменился, и самого плохого он стал одним из лучших солдат. Но, говорит, была одна проблема. Я говорю, какая проблема? Он каждое воскресенье просился в церковь. Я говорю, ну, это не проблема, слава Иисусу. Когда мы с ним попрощались, я уходил, он мне сказал, ты знаешь, Сергей, а все-таки Бог все может. Вот. Я так обернулся, и так в шутку говорю, да, с чего ты взял? Он говорит, есть, только Бог так может менять людей. Если бы, говорит, я знал, что так может случиться, я бы весь батальон бы построил и отправил бы к вам в церковь. Вот так в колонну по одному. Слава Господу. Господь меняет, он растапливает такие сердца окаменелые. Слава Иисусу. Вот мы дарим так вот солдатам Евангелие. Вот этот батальон, который мы подарили Евангелие тогда. А этого человека зовут Евгений. Фамилия его Грозмани. А это специалист высшего класса. Не было ни одного замка, ни одной двери, которую бы он не смог открыть. Любой сейф ему подчинялся. Он был вором. Но сколько веревочки не веся, конец будет. Он однажды попался. И попал в тюрьму. И в тюрьме ему через маленькое окошечко, которое на сленге называется «Кормушка». Кто-то протянул вот эту книгу. И он стал ее читать. И когда срок его закончился, он уже был детем Иисуса. Он уже в церкви. Принял Господа в свое сердце. Ну, когда он пришел, вышел на свободу, он нашел церковь и стал служить в церкви. Ну, ему надо было как-то на хлебушек зарабатывать. Ну, пастор говорит ему «Что ты умеешь делать?» «Ну, что я могу делать?» «Вот замки открывать». «Ну, давай вперед открывай». И он продолжил открывать замки и двери, но только уже легально. Он организовал маленькую группу. И они по звонкам, как МЧС, знаете, ездили там. Кто-то где-то дверь захлопнул, надо открыть. Где-то ключ взломался, надо сделать. Ну, и однажды ему звонят и говорят «Сейчас за вами придет машина. У нас обломился ключ в сейфе, в замке. Сейчас приедет за вами машина». «Хорошо». Они взяли с помощником инструменты, ждут, приезжает машина. Сели, поехали. Приезжает, а это управление полиции. Ну, ладно. Заходят они в кабинет, а там тот следователь, которого когда-то посадил несколько лет назад, он уже начальник отдела там. Он его увидел, говорит «Грозмане, ты же должен быть в тюрьме. Он говорит «Нет, нет, я уже свободен». И он говорит такие замечательные слова. Я вам сейчас сделаю ключ. Я вам поменяю коды, все сделаю, чтобы работал сейф. Но я хочу вам прежде подарить другой ключ. Ключ от двери вашего сердца. Как когда-то этот ключ открыл дверь моего сердца, так и я хочу вам подарить, чтобы этот ключ открыл ваше сердце. Какие замечательные слова. Господь сейчас работает через этого Евгения, и он сейчас многим-многим свидетельствует об Иисусе Христе. И вы видите вот этот значок, что он также присоединился к этой миссии и трудится, как Гедеон, как наш брат Гедеон. Этого брата зовут Сергей. Значит, он из Энгельс, это город под Саратовом. У нас было Гедоновское собрание, он сидел прямо напротив меня, и я увидел у него характерные наколки на этих пальцах. Я спросил, ты сидел в тюрьме? Он говорит, да, 23 года. Пху, говорю, ничего себе. Вот. Говорит, да, вот так получилось. Первое, говорит, Евангелие я получил еще в малолетке. И я его выкинул. Второе Евангелие я получил, вторая ходка была, я его кому-то отдал. Третье Евангелие я искурил. И вот четвертое Евангелие только я начал читать. И вот в церкви он пришел к Господу, Господь коснулся его сердца, и сейчас он, как я уже сказал, Гедеоновец города Энгельса. Такой трогательный парень. Вот это был последний звонок, когда дети шли на последний урок в школу, и мы стояли на улице с ним, и вот это вот он. И мы дарили им Евангелие, последний урок. Это мы были в дом престарелых, бабушки живут, гуляют, и он тоже там с братьями проповедует, проповедует, дарит Евангелие людям. Слава Господу! Бог изменил этого человека. Это тоже очень интересный человек, да? Вы видите, вот, жизнь наложила на него такой отпечаток синий. Провел, всю жизнь провел в тюрьме. Всю жизнь. И кто-то ему также в тюрьме подарил эту книгу. И эта книга также коснулась его сердца. Господь через эту книгу изменил его сердце таким образом. Этот человек был ужасный. Он диким был. Вы знаете, у него руки наполнены были каким-то веществом, чтобы драться и не болело. Он говорит, на меня боялись посмотреть, потому что я сразу накидывался и бил людей. И когда Господь изменил его, он в церкви образовал группу чтения Библии. И уже пастор приезжал, и он уже вот в колонии принял крещение. Ну, и были такие заключенные, которые ему не верили. Говорят, да, он приспосабливается, чтобы условно досрочно освободиться. Вот. И решили его спровоцировать. И один подходит к нему и говорит, а ты знаешь, в твоего Иисуса плевали. И пу, плюет ему прямо в лицо. Он говорит, я не знаю, что бы я сделал раньше бы с этим человеком. Я бы его просто бы, наверное, разорвал. Но здесь, сейчас, я, говорит, вытелал лицо и сказал, да, плевали. Иисус сказал, как меня гнали, так и вас будут гнать за имя мое. Для всех это было просто потрясение. Шок. Так человека мог изменить только Господь Бог. И этот человек сидит. Да, видите, у него даже на глазах была наколка. Не буди. Вот, на веках вернее. И вот через вот такую, через это такое окошечко Гедеоны подарили ему Евангелие. Сейчас он христианин. Сейчас он Гедеоновец. И у него также значок. Видите, Гедонский. И он учится в богословской семинарии евангельских христиан. Слава Иисусу! Это только Господь Бог мог изменить так человека. Это мы раздаем Евангелие в Майкопе, в наркологическом диспансере. Про вот эту девочку хочу остановиться особо. Это случай был в Киргизии. Там упал микроавтобус в пропасть с горы. И все погибли. И когда стали доставать, что там осталось, обнаружили одну девочку живой. Ее сразу же в больницу. Врачи сделали операции. Маму нашли, вызвали. Вот. И когда врач вышел к ней, говорит, вы знаете, мы все сделали, что могли. Но у нее травмы несовместимы с жизнью. Два-три дня, и она отойдет. Ее даже не поместили в отдельную палату, даже не в реанимацию. И мама просто сидела и плакала возле ее изголовья. И в это время гедоны раздавали Евангелие. И Дмитрий Томарев, он заходит в эту камеру, о, камеру, прошу прощения, палату, и говорит, разрешите я на тумбочку положу книгу. А мама говорит, какая книга? У меня дочка умирает. А он ей говорит, вы знаете, вы почитайте эту книгу. Иногда вот люди в таком состоянии слышат. И может быть, она примет Господа. И он начал читать. Она начала читать эту книгу. Через несколько месяцев брат Дмитрий опять посещает эту больницу. Опять идет в это отделение и спрашивает, а вот здесь у вас девушка лежала. Она умерла, которая вот в аварию попала. А медсестра говорит, вы знаете, мы сами просто в шоке. Она оказалась живучей. Не знаем почему, но она уже лежит вот в общей палате. И вот он заходит в общую палату и находит ее вот такой улыбающейся, вот, и читающий Библию. Он сам не верит своим глазам. Он говорит, я просто был в шоке. Спрашивает, это вы? Неужели это вы? Она говорит, да, это я. Я все слышала. Я слышала, как врач сказал, что мне осталось 2-3 дня жить. Я слышала, как мама плакала. Я слышала, как вы вошли в палату и подарили маме эту книгу. У меня все тело так болело ужасно. Я не могла пошевелить ни пальчиком. Я хотела только быстрее умереть, чтобы закончились эти мучения. Но когда мама стала читать эту книгу, я просто почувствовала, как мои косточки стали страстаться и боль стала уходить. Она говорит, слава Богу, я знаю, для чего Иисус меня оставил в живых. Когда я выйду, я всем буду рассказывать об Иисусе Христе и как Он меня спас. И сейчас она уже вышла. Правда, еще пользуется палочками, но она на своих ножках ходит и рассказывает людям о том, как Иисус Христос спас ее и физически, и духовно. Слава Господу! Очень много свидетельств. Ну, это вот, женщина тоже получила Евангелие. Я не буду останавливаться на некоторых свидетельствах. Вот тут мы раздавали Евангелие в одной воинской части. И вот тут был генерал, и один, это в Казахстане было, и один человек из департамента разведки. И вот самое интересное, что когда брат подарил Евангелие, этот вот высокий чин, видите, поцеловал, это Святое Писание, поцеловал Евангелие. Слава Господу! Вот это место есть в Москве, ГУМ называется, куда часто приезжают молодожены, они там фотографируются. Вот, и у нас есть брат Виктор, который вот в этом месте их всегда вылавливает и дарит Евангелие белые. И вы знаете, вот эта пара, она просто поразила. Вот. Они говорят, подождите, там церемония у них проходила, они говорят, так, подождите, подождите секундочку, ну-ка давай рассказывай, что там дальше. И вот он стал им рассказывать. Все гости там, знаете, стоят, ждут там, с шимпанским и так далее. Они говорят, так, подождите, все, давай, говори. Вот. И он говорит, рассказывает им про Бога, про Бога. И приглашает, давайте помолимся. Они молятся. И он говорит, а теперь поцелуйте друг друга. И они обнимаются, представляете, и в руках у них вот Евангелие, вот у него, у нее вот и у него. Слава Господу. Это было, было очень трогательно. Это мой друг, с которым мы служили вместе. Офицером. И когда он узнал, что я уверовал, о, Сергей говорит, надо тебя спасать, в срочном порядке. Ну, так получилось, что не он меня спас, а Бог его спас. И он присоединился, видите, у него уже тут значок, вот. Но вот он, когда, значит, записывает в Евангелие, дату тогда, когда он принял Иисуса Христа. Слава Богу. Это мы распространяем Евангелие на улице, свидетельствуем людям. Это в школах, детям, это в больнице, это в гостинице, это в воинской части. А вот интересная воинская часть, которой часто мы распространяли Евангелие, у нас там выбор. И вот эти два офицера все время, так, ну солдатам раздавать Евангелие нам не надо ничего. И постоянно. Такие гордые были, ужас. И вот однажды я раздаю Евангелие в прошлом году, и они меня, можно вас на минутку, зайдите, пожалуйста, к нам в канцелярию. И я захожу в канцелярию, и они мне, слушайте, ну расскажите, что вы там все солдатам-то рассказываете, нам хоть расскажите, мы должны знать. И вот я с ним, хорошо, я им начал рассказывать. Я сказал, я еще вечером приду, приходите, я и завтра, и я стал к ним каждый день ходить, а потом говорю, ребята, давайте помолимся. Вот. Давайте, кто хочет из вас помолиться, они говорят, пойдемте, уйдемте в другое место, в спальное расположение. Вот. И вот мы ушли в спальное расположение, чтобы никто не видел. И они склонили головы. Вот. В молитве. Слава Иисусу. Гибнет Россия от пьянства. Гибнет. Все, перестало щелкать. Давай. Кончился. Вот. От пьянки, от наркомании. Дети нуждаются в Евангелиях. Ученики нуждаются в Евангелиях. Больные нуждаются в Евангелиях. Осужденные нуждаются в Евангелиях. Это в Армению послали Евангелие Представляете, как они радуются, что они получили Евангелие в Армении Аллилуйя Россия огромная страна Огромная Знаете, сколько у нас часовых зон? Вот это Выборг Здесь печатают Евангелие Вот это Выборг, вот Санкт-Петербург Вот у нас 11 часовых зон Представляете, там еще Калининград есть 11 часовых зон У нас есть отряды, которые находятся вот здесь Находка И когда солнце встает Братья встают Молятся И несут Евангелие Потом солнце идет дальше Забайкалье Потом к Вам приходит Здесь где-то должен быть Вот это Забайкалье Потом вот Томск Вот он, да Вот К Вам приходит солнышко Здесь встают братья, сестры молятся, да И так далее Солнце идет А когда к нам уже приходит солнце Когда мы встаем И начинаем молиться То братья наши То братья наши уже все Уставшие Спать идут А когда мы идем спать То они и встают Единственный регион Дорогие мои Где 24 часа у нас есть возможность Благовествовать Слава Иисусу И мы каждый год Распространяем Порядка двух миллионов Евангелий И мы вот посчитали Что каждую минуту Четыре Евангелия Гедоновцы раздают У нас в стране Каждую минуту Четыре души Имеют возможность Спасения За них мы должны Молиться Постоянно Так что Дорогие мои Вы видите Бог нам все Сделал для того Чтобы мы Просто трудились Благовествовали И дарили людям Евангелие И я призываю Братьев еще Которые Ага Вот видите Нивы побелели Нивы побелели Поэтому прошу вас Кто еще Не решил Чем он будет заниматься Присоединяйтесь К этому святому делу К делу книгонож Благодарю церковь Что вы поддерживаете Наших братьев Здесь в распространении Евангелия Благодарю руководство Также Благодарю то Что вы жертвуете На эти Писания Денежки свои Свою любовь Свой труд Слава Господу Что мы Все вместе Дети его И избраны Сонаследники Слава Господу нашему Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому